здравствуйте тема сегодняшнего выпуска дтп что делать если вы попали в дтп делать нужно следующее во первых нужно обозначить место дтп для этого у каждого автомобилиста есть красный треугольник который нужно выставить на определенном расстоянии от места дтп чтобы другие участники дорожного движения не стали такими же участниками дтп как и вы то есть попросту не врезались в вас после того как вы обозначили место дтп необходимо сообщить о дтп проще всего это делать по номеру 112 который принимает вашу заявку при предоставлении вами данных о номерах автомобилей их марках и цвете а также вашем имени и отчестве и номер телефона с которого вы звоните после этого данные о дтп передается в гибдд гибдд после этого начинают долгий путь до вас который может занять от 2 до 3 часов и после этого они составят протокол данный протокол будет являться основанием для того чтобы дознавать и разбирал ваши дтп но за это время пока вы ожидаете сотрудников гибдд вы можете позвонить мониторинговый центр мониторинговый центр в санкт-петербурге имеет номер пятьсот семьдесят шесть двадцать семь тринадцать он ведет видеофиксацию проезжей части и если идеально совпадет то камера его будут направлены прямо на ваше место дтп соответственно для того чтобы зафиксировать данную информацию вам нужно сообщить им место по которой они найдут камеру которая смотрит на это место и время происшествия с этого момента они зафиксируют примерно полчаса видеозаписи которая производится камерами и они не будут ее перезаписывать поскольку данные мониторингового центра перезаписываться с периодичностью примерно 35 дней соответственно в эти три дня вам нужно дозвониться и попросить их зафиксировать информацию эту информацию они передадут дознавателю для разбора вашего дтп дознаватель получив эти сведения будет иметь возможность не только наблюдать ваше дтп по документам но и посмотреть видеоматериал который возможно поможет ему в определении виновника дтп данный видеоматериал скорее всего будет помещен отметкой дсп для служебного пользования поэтому на руки вам его никто не выдаст таким образом вы по результатам приходок дознавателю получите сведения и осуждение о том кто виновник дтп далее уже эта ситуация подлежит разбирательство либо между страховыми компаниями поскольку участники у нас обычно застрахованы в идеале один из участников или оба могут застрахованы по каска соответственно возмещение будет покрыто за счет страховой компании и если такая ситуация не случилась то есть один из участников не имеет страховки или ущерб от дтп превышает сумму страхования то данная ситуация передается в суд на разбирательство на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал а мы продолжим ждать гибдд